Добрый день, я Максим Асовский, хорошего вам всех дня. Я, собственно, занимаюсь, по-своему делу, не геоинформационными системами, и название схемотехника, оно так относительно близко к тому, что я делаю, потому что я с 2014 года занимаюсь таким направлением в сообществе, в котором я призываю, оно называется «Схематизация», это сообщество Московского металлогического кружка, продолжающее работу с 60-х годов 20-го века. Вот у нас сейчас такой цикл, мы занимаемся технологией мышления. Технологией мышления такая вещь достаточно непонятная, но, по сути дела, я считаю, что я занимаюсь примерно тем же, чем занимались люди, которые придумали риторику. Значит, ну вот мы все разговариваем на языке, и немногие задумываются над тем, что все эти языки – это искусственные достаточные конструкции, в которых есть подлежащие, сказуемые, части речи, предчастия, прилагательные, которые как-то характеризуют слова. И все это разрабатывалось не путем наблюдения, как устроили язык, а, по сути дела, навязывалось определенным, ну так скажем, народом, какими-то замечательными людьми, которые были логики, историки, философы, и вот таким образом придумывали, как красиво составлять слова в предложении. Ну вот таким образом была составлена риторика в Древней Греции. Мой любимый Раймонд Лури написал риторику, придумал каталанский язык. Михаил Ломоносов пытался придумать русский язык, тоже написал риторику. Ну вы можете это посмотреть на тех людей, которые плохо разговаривают, которые плохо составляют слова в предложении, они, в общем, с риторикой незнакомы. Я считаю, что вот новое время, которое настало, оно требует новую риторику. В XIX веке, в начале XX века ученые-философы, замечательные тоже переводчики, пропагандисты нового, футурологи, они думали о новом графическом языке, универсальном языке, который соединит человечество, и этот язык будет язык графических сил. Конечно, они много думали, писали о географии, о схемах, о картах, придумывали сами языки графические, алгебраические, какая-то ветка из этих размышлений пошла в ту сторону, которая стала программированием. Ну а вот мы, по сути дела, в своей группе, которая занимается схематизацией, занимаемся тоже анализом карт, анализом схем, ну и об этом можно, в общем, рассказывать бесконечно, но я расскажу о том, что, мне кажется, сегодня было бы интересно послушать всем о способах, которыми мы можем представлять, ну, по сути дела, Российскую Федерацию, государство, в котором мы живем. Честно говоря, я даже хотел начать с того, чтобы попросить вас, поскольку наверняка у вас есть какие-то скетчбуки, нарисовать, а как вы ее себе представляете. То есть, нарисовать, вот я специально здесь не изобразил карту никакую, то есть, вот, если бы вы ее рисовали сейчас, даже, условно говоря, близко к тем способам изображения, которые у нас есть, то есть, как географическую карту, где бы вы расположили Новосибирск, где Екатеринбург, где Москву, как бы вы нарисовали Кавказ, где бы у вас был Байкал и так далее. Если вам не трудно, можете это попробовать сделать, будет интересно, например, сравнить, какие карты у нас получатся. По сути дела, я начинал с того, ну и вообще, как бы предвестником вот этой работы был мой разговор с Вячеславом Леонидовичем Глазовичем, как раз разговаривали о том, что если любому жителю страны, вот тем, кто ходит по улице, предложить нарисовать Россию, и как она устроена, мы получим разные карты. И я спрашивал, делал ли кто-то такую работу когда-нибудь, и, в общем, есть ли какие-то результаты, и как это вообще все будет выглядеть. Ну вот, мы с Глазовичем тогда поговорили, Вячеслав Леонидович, к сожалению, уже умер, мне некому рассказать о том, как мы делаем такую работу на тех сессиях, которые мы проводим, но я уже потом, когда я стал вникать в эту тему, работать с этим, я нашел слова Владимира Таганского, замечательного тоже географа, великого русского географа, который в одном из интервью сказал, для нашей страны нет реальных карт. Есть топографические карты, но нет карт реально обитаемого пространства. Это не та ситуация, что карты лежат в салах, и их некому напечатать, они просто не разработаны. Взъедущая дура. Вся региональная пространственная социология или экономика базируется непонятно на каких основаниях. Налицо невероятная стерилизация размера России 17 миллионов квадратных километров, а с другой стороны нет даже сколько-нибудь подробного географического или комплексного описания России. Нет ни одного хорошего учебника географии, и в этом отношении наша страна не изучена. Ну, я вот для заставки выбрал карту прокладки кабеля интернета. Она очень недавняя, но она вот иллюстрирует, по сути дела, населенность нашей планеты. И мы видим, что большая часть России, конечно, не заселена, но я думаю, что в этой аудитории никого этим не удивишь. Но мне в этом отношении кажется абсолютно примечательной и удивительной. карты Александра Кукушкина, который вырисовал на карте России аварии, по-моему, в 2015 году автомобилей с левым и правым рулем. То есть здесь мы видим точки, по сути дела, основных городов и автомобильных дорог. Ну, кстати, это тоже нам не сильно дает представление о том, как наша страна населена, потому что точки значительно больше мест, где случаются эти аварии, и тоже не совсем понятно. но мы можем посмотреть, как совершенно четкая страна делится, например, на два сектора влияния, откуда приходят автомобили. Один азиатский с левым рулем, с правым рулем, другой, соответственно, европейский, с левым рулем. Значит, ну, вы наверняка тоже видели при попытках понять, собственно, как устроена страна и все-таки как проживает в стране население, где больше живет людей, где меньше. Например, вот такую карту по валовому регионному продукту, который делается в нашей стране, в студии инфографии питерской. И она была сделана в 2014 году, но вдохновил ее, конечно, вот Гричард Флориды, в своей статье «Остроконечный мир». Здесь как раз вот есть карта населения. Вы можете посмотреть, как население мира распространено, если его изображение, условно говоря, кругами, а пиками, и насколько малонаселенная у нас страна. Ну, поскольку здесь нет границ, мы все равно, как бы, почувствовать это вот хорошо, увидеть глазами мы не можем. Эта карта недавняя, по-моему, прошлого года, ноября 2016 года. Это пользователь Рамзес на Мэккорн опубликовал карту, как Россия делится на три равные части по населению. То есть в каждой части находится 47 миллионов человек, ну, выделенных цветом. Ну, такие же карты были сделаны для США, для Англии, Китая и так далее. То есть просто смотри, пространственное распространение населения в стране. Ну, собственно, эта задача не новая, понять, как распределяется население. В общем, меня в 2014 году появился смысл показать Россию как сеть городов, поскольку я заинтересовался работами биографов из университета Латбера, я потом приведу еще пару картинок из их исследований. Мне показалось, что вот как раз, если мы покажем Россию как сеть городов, мы сможем понять, какое это территориальное устройство, не привязываясь к пространству, когда расстояние между городами будет искусственно как бы сужено, с нетой картой на карте метро. Ну, вот, например, на этой карте эта работа известного географа Лако, опорный как раз расселения России. Он потом, соответственно, на основе этой карты делает определенные прогнозы, рисует вот такую карту, перспективные сдвиги в территориальной структуре. То есть для него важно показать не агломерации, на базе которых будет рост, например, продамиллионники, показать ведущие центры, которые притягивают к себе другие регионы, показать пространственные места, в которых уже никогда не будет никакого нового населения и так далее. Ну, в общем, вот такая работа ведется экономистами, географами, экономистами, социологами. Такую работу примерно проводили участники нашего движения в 2000-е годы, когда работали в Приволжском федеральном округе и опубликовали доклад о миграционных потоках в России, о экономических перспективах, территориальных перспективах. Ну и, по сути дела, вся работа географов, геоинформационных систем, она проводится для, условно говоря, как исследований для тех людей, которые будут заниматься каким-то пространственным, экономическим освоением, деятельностным, стадиями производства, думать о том, где лучше разместить компании и так далее. Значит, ну вот уже потом, когда я сделал свой проект, о котором скажу дальше, я нашел, например, работу парни инструкции Махира Ебуза, который сделал для Турции вот такую каркасную карту городов, то есть он включил туда 957, ну не совсем городов, но районов, мы бы сказали, внутри субъектов Российской Федерации, да, вот он сделал вот такую каркасную карту свою региональную, показал, какие регионы, районы, скорее, районы, сейчас связаны с дорогами, и мне кажется, это очень хороший проект, ну который было бы здорово платить в России. Примерно то, что я хотел сделать, я потом нашел, как схему железных дорог сети СНГ, ну вот, такая простая была, сделана была, как компьютерная программа, здесь всего не видно, это фрагменты. Значит, а вообще вся эта история представления карт как каркасов городов, мне показалось, началась с задачи, которая в 1921 году стала в США, когда, в общем, Соединенные Штаты Америки решили пронизать свою территорию каркасом автомобильных дорог. Это, естественно, было связано с развитиями автомобильной пророчин, с фортом, который в это время, ну был, не знаю как сейчас, ICO или блокчейн, то есть, супер богатый человек, который начал строить абсолютно новую промышленность, абсолютно другие деньги появились, была самая большая компания в мире, которая строила самые дешевые автомобили, продавала буквально целые заботы и так далее. Ну и, естественно, для того, чтобы количество продаж автомобилей увеличивалось, нужна была целая инфраструктура, в которую они стали выездить. И вот появился проект в 1921 году строительства автомобильных дорог. Закончился он, между прочим, по-моему, в 1991 только. Стоил он всего в целом 2006 года 420 миллиардов долларов и, по сути дела, вот история Америки и история создания этих автомобильных дорог. В 2007 году американский дизайнер Крис Йеттс перерисовал вот эту схему как схему метро. И поскольку строительство, вернее, национальная система автомобильных дорог носит имя президента Эйзенхауэра, он назвал свою карту Эйзенхауэр Interstate System. Снова получилась такая метрокарта со всеми городами, как она может куда-то проехать и так далее. Затем уже английский журналист, автор нескольких книг о метро, Марк Аленден выпустил вот такую книгу, значит, представив мир как схему метро. Это было в 2003 году. И вот, по сути дела, работа Криса Йеттс Марка Алендена, вдохновляя разных дизайнеров. Австралийский дизайнер Кэмерон Бут выпустил каждую американский дар, похожую на Лондонскую схему этого значить. Точно такая же карта у него была карта Европы. Это схема Майкла Томпсета. То есть своя интерпретация у него 2010 года. Скажем, вот так это отличается. А вот. Ну, вот эта вот схема ученых из университета Лабора это эквивалентная карта мира. Каждая страна здесь один квадратик. То есть и вот, когда я пробовал нарисовать свою схему, я как раз удавлялся вот этой карте. Я думал, а как представить Россию как равных квадратиков, как страну равных квадратиков. То есть каждый город, он должен быть по отдельности и расстояние здесь неважно и величина неважна ни территории, ни населения. Когда я попробовал в программе IndyMaker сделать первый такой вот вариант карты, я сталкивался с тем, что все города, вот они как бы налеплены друг на друга и как бы невозможно выразить население привязываясь к пространственным координатам. Вот зеленый кружочек это население субъекта Российской Федерации, а черный кружочек это население его столицы. То есть у меня вот получилась такая даже не знаю правильно ли это будет сказать сетка. А вот такая сетка если мы вспомним о войске вот это примерно такая сетка а войска получилось когда я сделал убрал как бы границы между субъектами и вот у меня получилось такое пространственное распределение когда они друг на друга не налезают а находятся как-то рядом. Ну я увидел что близкую такую работу делает Мартин Гранжан. не помню откуда он по-моему в Швейцарии он живет значит вот верхняя карта это по сути дела карта с территориальной привязкой там есть крупные города и перелеты вообще это карта аэропортов то есть транспортных систем которые по воздуху значит это карта аэропортов там все города слеплены и показано значит кто какой аэропорт с каким аэропортом связан сообщением авиа а вот нижняя карта это когда уже есть такое равномерное распределение городов ничто не нарезает друг на друга то есть это вот по сути дела европейские аэропорты там российские аэропорты здесь северный аэропорты и мы можем посмотреть что на карте территориальной Европы конечно меньше России но если мы сделаем равноверное распределение мы увидим что аэропортов в Европе гораздо больше они больше друг другом связаны и так далее для своей карты я ее потом покажу я выбрал проекцию фуллера значит был такой американский инженер футуролог он придумал запатентовал такую проекцию мне показалось что она очень интересная значит она показывает Россию не горизонтально а вертикально я думаю что вы знаете про эту проекцию почему она мне нравится потому что некоторые вещи о связанности мира на ней можно показывать более не знаю живо что ли чем например такой проекции то есть здесь у нас можете посмотреть здесь латинская америка слева внизу африка и вот такая непонятная нам Австралия по верхнему правому углу эта карта показывает транс поторки грузоперевозок в мире то есть мы видим здесь центр в Роттердаме и как он связан с центрами в Латинской Америке в Северной Америке в Китае в Африке то есть вот как происходят грузоперевозки по сравнению по сути дела эта карта должна показывать как они выросли по сравнению с 1961 года ну а здесь как бы весь мир у нас на одном листе и как бы профили что ли континентов близки к тому как мы их привыкли видеть тем не менее вот эта карта показывает распространение ну итохондриальной ДНК по как бы континентом ну то есть откуда по сути дела пришли первые люди и как они распространялись по континентам и сколько миллионов лет назад это произошло ну то есть видно как все континенты связаны между собой и как собственно первый человек пошел по этим континентам и ходил и ходил не через у맛иан а по сути дела вот перешел буквально как через дорогу и распространялся по всем континентам Вот, собственно, что у меня получилось, то есть я сделал такую карту, конечно, города здесь не все, это прототип был, все-таки получились города не как станции метро, а я решил показать, тем не менее, размер населения, который живет. Не для всех городов я сделал размер населения областей, здесь показан размер населения городов, ну, по сути дела, вот я хотел показать концепт, как можно мыслить сегодня современную нам страну. Я выбрал, как на схеме метро Бирмана, направление, такими стрелочками, оказалось, что очень удобно ее представить как карту автомобильных дорог по направлениям. В отличие от американской карты автомобильных дорог не получилось сделать четкую сетку с квадратами, но, по сути дела, вот она получилась как схема московского метро с лучами, где Москва в центре, и это какой-то центр, и вот как, собственно, лучи расходятся из центра. Значит, и я потом вот уже увидел, что желание представить страну как карту метро, оно, по сути дела, присуще не только дизайнерам, а еще и, по сути дела, люди 2000 лет назад, мысли, примерно, точно так же. Значит, вот вы наверняка видели такую смешную карту, которую сделал Александр Турбецкой, ну, такую не смешную, серьезную, конечно, карту, которую сделал Александр Турбецкой, карту дорог Римской империи, которым мы до сих пор, конечно, пользуемся практически, вот, и он ее делал на основе работы стэнфордских исследователей, географов, программистов, на их картах Римской империи порядка 700 объектов, они все связаны дорогами, поэтому, в общем, можно было построить карту Римской империи, и опираясь на современные материалы. Но я очень удивился, узнав, что вообще-то существует такая карта, которая называется карта Пейтингера, она, это фрагмент ее, она длиной 6,5 метров и шириной 30 сантиметров, это листы папируса, которые складывались вот таким образом. Пейтингер никакого отношения к этой карте не имеет, она просто попала к нему в руки где-то в 15 веке, а нарисовал ее монах из Ализаса в 13 веке, перерисовал какую-то древнюю карту, чтобы она сохранилась, а карту, которую он перерисовал, датирует первым-пятым веком нашей эры уже. Значит, вот здесь в центре Рим, и вот мы можем видеть, что вообще это Италия, положенная на бок, каблук с той стороны, справа. Значит, и мы понимаем, что вот то, что идет внизу, это примерно Африка, а то, что идет справа, это вот примерно какая-то Европа. Ну, совершенно это не выглядит таким образом, как мы это привыкли видеть. Если я положил фрагмент карты вниз, значит, если мы это сравним с современными географическими изображениями, то вот Рим, это тот фрагмент, который я показывал, будет вот здесь. Вот посмотрите, где Стамбул, и там город, который назывался раньше Антиоха, в той стране. Значит, ну и там, соответственно, есть и Черное море, которое на вот этой карте, очень условной схеме, выглядит очень плоским. Вы посмотрите, вообще практически морей нет, потому что, ну, в то время людям, которые смотрели на карту, и не нужно было, значит, понимать, где море, оно было практически как суши, потому что по нему можно было совершенно спокойно передвигаться. Значит, вот наверху, на черном фоне, вся карта, значит, вот стрелочкой показано этот фрагмент, где. Вот это, по сути дела, перерисовка современной карты, ее перерисовал урожденный в Новой Зеландии немецкий историк, буквально вот дней 10 назад он выложил ее в интернете. Это, ну, по сути дела, если мы на нее посмотрим, да, это вот такая метрокарта Римской империи, вот она таким образом выглядит, то есть без каких-то вычурных символов, просто по ней легко перемещаться, легко искать города, легко искать старые названия и так далее. То есть понятно, что в то время люди использовали ее для того, чтобы выразить, собственно, мировосприятие, восприятие мира того времени, вот эту карту.